Теперь давайте разберемся с еще одним высказыванием Ишуа. Очень резким высказыванием о богатых. Горе вам богаты. Да, Ишуа это сказал. Но давайте зададим вопрос. Почему богатым горе? Потому что богатые? Для ответа на этот вопрос нам нужно прочитать слова Ишуа в их контексте. Евангелие от Луки, 6 глава, 20 стих. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил. Блаженны нищие, и здесь русские переводчики добавили слово духом, ибо ваше есть царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с алжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнюдившему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Здесь Ишла объясняет, почему богатым горе, или точнее, каким именно богатым горе, тем, которые уже получили свое утешение. То есть, тем, которые думают, что за деньги можно купить все необходимое и всякое удовольствие. Горе тем богатым, которые присыщены. То есть, они уже купили все, что покупается за деньги, и в больших количествах, и теперь уже просто не знают, что бы еще купить. А присыщение мы уже читали в Танахе. Так что здесь, как и в истории о богатом юноше, Ишуа полностью согласен со своими предшественниками. Таким образом, насчет богатства и его подводных камней, как мы видим, и Танах с одной стороны, и Новый Завет с другой, говорят одно и то же. И может быть разница, если она и есть, то лишь в акцентах, но не в сути. Но теперь, что насчет нищих? Как понять слова о том, что царство божье их? Неужели нищета – это одно из условий спасения? А как насчет других условий тогда? Наверное, это тоже не только нищета, а еще и голод, и слезы. Это все то, что Ишуа перечисляет в 6 главе Луки, в тех стихах, которые мы сейчас прочитали. В 21 стихе написано «блаженные алчущие и плачущие» и так далее. Конечно, мы понимаем с вами, что это абсурд. Для того, чтобы он стал наглядным, представьте себе нищего, который забрался в чей-то дом и в драке с хозяином убил его. Грабитель, убийца, будет прощен Богом на основании того, что он был нищим? Разумеется, нет. Если нищета – это условие спасения и хотя бы преимущество в отношениях с Богом, то зачем с ней бороться? Зачем и Танах, и Новый Завет призывают нас заботиться о бедных и облегчать их страдания? Не нужно ли, наоборот, просто оставить их в покое и даже самим вступить в их ряды, чтобы приблизиться к Богу? Это полный абсурд. Но в таком случае, как понимать эти слова Ишуа и вообще заповеди блаженств? Я думаю, что их нужно понимать в том контексте, в котором они были изначально сказаны. А контекст был такой. Современники Ишуа считали, что высокий статус в обществе, то есть богатство, положение, признание, свидетельствуют о близости человека к Богу. И наоборот, низкий статус у грешников. Откуда берется такой взгляд, мы с вами уже понимаем. Он берется от поверхностного чтения Тары. Мы можем его даже найти и у пророка Иеремии. В пятой главе, в стихах четвертом и пятом, Иеремия говорит так. И сказал я сам себе, это может быть бедняки. Они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ермо, расторгли узы. Это выражение, которое означает, что они тоже отвергли закон Божий. И кроме этого, современники Ишуа считали, что также нужно жить по принципу око за око и зуб за зуб. И это последнее слово, которое Бог сказал о человеческих отношениях в его царстве. Вот контекст. Вот с чем Ишуа имеет дело. То есть, его цель, соответственно, не составить какой-то перечень условий спасения. Например, нищета, голод, всеобщая ненависть. А бросить вызов стереотипам его современников о том, кто ближе к Богу и кто дальше от него. Мне кажется, что у нас тоже иногда бывают такие стереотипы, основанные на выводах, сделанных по чисто внешним параметрам. Матвей, конечно, говорит, действительно, блаженны нищие духом. Но здесь слово духом очень важно. Нищета духа – это действительно очень важное условие для отношений с Богом. Но совсем не каждый нищий кошельком также является нищим духом. Теперь давайте подытожим. Мы с вами посмотрели, сравнили, что говорит Танах и что говорит Новый Завет о богатстве и нищете. И я думаю, мы можем с вами сделать здесь два вывода. Первый. Богатство и нищета сами по себе не свидетельствуют о духовности или о близости к Богу, или о благословении Божьем, или об отсутствии таковых. То есть социально-экономический статус человека в принципе не имеет никакого отношения к его спасению, как таковой. Это первое. Танах и Новый Завет в этом согласны. Второе. Как Танах, так и Новый Завет предупреждают нас, что богатство может стать идолом, то есть тем, на что человек уповает. И это идол поклонства может помешать человеку иметь жизнь вечную, иметь отношения с Богом. Теперь давайте выясним, а добавляет ли Новый Завет действительно что-то новое. Новый Завет. Добавляет ли он что-то новое к тому, что мы уже знаем из Танаха об отношении к деньгам. Какая главная задача Израиля в Танахе? Остаться верным Богу. Соответственно, главный вызов, который стоит перед народом Израиля в Танахе, это идолы поклонства. Причем там идолы самые разные. Сколько народов вокруг Израиля, столько идолов. Хотя там они тоже отчасти похожи друг на друга, но это другой вопрос. В Новом Завете задача у человека Божьего и у народа Божьего, в принципе, та же самая. Быть верным Богу. Но идолов, претендующих на место Бога в жизни человека, уже меньше. Почему? Потому что к этому времени люди Божьи уже знают, что, как апостол Павел пишет в своем первом послании к Коринфянам, в 8 главе стихии 4, люди знают, что идол в мире ничто, и что нет Бога, кроме единого. И поэтому Новый Завет здесь делает особое ударение на опасность служения мамоне, которого в Танахе еще нет. Там есть опасность, о ней говорится, но нет особого акцента именно на эту опасность, именно на этот тип идолопоклонства. Откуда видно, что есть такой акцент в Новом Завете? Во-первых, в Нагорной проповеди Ешел говорит такие слова. Никто не может служить двум господам. Что он делает, когда он это говорит? Он выступает против идолопоклонства. То есть, так же точно, как до него выступали пророки Танаха. Но следующие же его слова, это не можете служить Богу и мамоне. Матфей 6 глава, стих 24. По какой-то причине из всего, что в принципе может претендовать на место Бога в жизни человека и в жизни народа Божьего, Ешел выделяет именно мамону, то есть деньги или богатство. Во-вторых, мы видим, что апостол Павел говорит о сребролюбии так, как о нем, о сребролюбии, то есть до апостола Павла еще никто не говорил. Экклезиаст сказал, 5 глава книги Экклезиаста, 9 стих, что кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от него. Мы знаем из Танаха, что богатство может стать опорой человека в этой жизни, то есть фактически Богом. Но Павел в первом послании к Тимофею, главе 6 стихе 10, пишет, что сребролюбие есть не просто зло, то, что мы в принципе уже знаем из Танаха, или одно из зол. Он пишет, что это корень всех зол. Он тоже, другими словами, выделяет этого идола среди всех других. Не серебро как таковое, то есть деньги, а любовь к деньгам. В чем же тут дело? Почему на протяжении всего писания Бог снова и снова нас предостерегает от упования на богатство, а также от любви к деньгам и служения им? Очевидно потому, что мы легко попадаемся в эту ловушку. Но почему в таком случае, следующий вопрос, почему это происходит? И как эти вещи, то есть упование на деньги, служение, мамонии или деньгам, и любовь к деньгам, как они связаны друг с другом? Что значит уповать на богатство? Уповать это значит видеть в нем источник удовлетворения своих потребностей и своей защищенности. И хороший пример того, как это делается, это богачесть одной притчи, которую я рассказал Ишо. Она находится у Луки в 12 главе. Я прочитаю со стиха 16. Луки 12 глава, стих 16. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, безумный. В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? И дальше говорит Ишуа. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в бога богатеет. Уповающий на богатство практически всегда, говорит Ишуа, любит его и служит ему. И проявляется это по-разному. Например, в любостяжании, о котором Ишуа говорит перед этой притчей. Стих 15 говорит так. При этом сказал им, смотрите, берегитесь, любостяжание, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Или в тревоге и беспокойствах, о которых он предупреждает после притча. 22 стих. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не ждут. Нет у них хранилищ, не житниц, и бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, с помощью забот, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, бог так одевает, то кольми пачи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира всего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Не пачи ищите Царствие Божье, и это все приложится вам. Что значит заботиться? Это значит тревожиться, волноваться, переживать. Беспокоиться, это значит испытывать некий страх, быть лишенным покоя, уверенности и мира. И еще призывает своих учеников отказаться от всего этого. Не от работы, не от здравомыслия, а от страха за будущее. Кто боится за будущее? Тот, у кого амбары неполные, и как у того богача. Так что уповают на богатство не только те, кто имеет его, но также и те, кто хотел бы иметь его с этой целью. То есть обеспечить себе надежное будущее. И поэтому апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею, шестой главе. Я прочитаю здесь несколько стихов. Давайте послушаем их. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума. Чуждыми истин, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких, пишет он Тимофею. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться, то есть обогащать себя, впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Что говорит здесь апостол Па? Он говорит, что один из признаков поврежденного ума, это мысль, будто благочестие, то есть праведность или жизнь с Богом и перед Богом, служит для прибытка, то есть для прибыли или наживы. Мысль о том, что если ты хочешь жить хорошо на этой земле, надо выстроить отношения с Богом и следить за Ним. Вот что такое поврежденный ум, вот как он думает. Павел разбивает эту мысль в дребезги, говоря, что мы с вами в этот мир пришли ненадолго. И уйдем мы из этого мира точно такими же, как пришли в него. То есть с собой на тот свет мы отсюда ничего не заберем. А вот для действительно хорошей жизни, как на том свете, так и на этом, отношения с Богом и вправду важны. И поэтому, говорит Павел, важно культивировать удовлетворенность. Он говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Удовлетворенность тем, что ты уже имеешь. Это не значит, что ты не можешь желать ничего лучшего. Можно желать чего-то лучше, но без недовольства и без ропота на жизнь. То есть отправная точка должна быть по Павлу благодарность Богу за то, что он тебе уже дал. Павел также здесь не говорит о том, что плохо быть богатым. Однако он против желания обогащаться. То есть обогащать себя или, как выразился Ешуа, богадеть для себя, а не в Бога. Для кого или для чего тебе нужны деньги? В этом весь вопрос. Конечно, можно сказать, что он лишний. Понятно, для чего нужны деньги. Деньги нужны для себя, для своей семьи. Прежде всего, кушать-то хочется. Но вот как на него, на этот вопрос отвечает сам апостол Павел. Послушайте то, что он говорит в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 28 стихе. Кто крал, вперед не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезным, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Большинство из нас поставило бы точку в этом предложении после слова «было». Трудись, чтобы было. Очень часто мы трудимся так. Чтобы было. У кого было? У меня было. Но Павел говорит, дорогой, дорогая, ты здесь не один или не одна. Ты стал верующим? Тогда вот что. Работай не только для того, чтобы у тебя было, но и для того, чтобы было чем поделиться с тем, кто сам себя прокормить сегодня по какой-то причине не может. Это еще одно смещение акцента, которое наблюдается при переходе от Танаха к Новому Завету. Когда мы с вами читаем Тару, даже те отрывки, которые мы с вами уже читали, мы видим, что Тара говорит, абсолютно не стесняясь, «Делай то-то и то-то, чтобы тебе было хорошо. В том числе и заботься о бедных, чтобы Господь тебя благословил». То есть это своего рода облагороженный эгоизм, если так можно выразиться. Но здесь, в Новом Завете, нас призывают просто радикально расстаться с эгоизмом. И об этом мы еще поговорим отдельно чуть позже. А пока давайте закончим наш сравнительный обзор Танаха и Нового Завета в том, что касается богатства и нищеты. И перейдем к следующему вопросу. Мы говорили о том, что человеку легко стать слугой мамоны. То есть начать уповать на деньги, любить их и принимать решения, в первую очередь, на основании финансовых соображений. Именно поэтому нас предостерегают снова и снова на протяжении всего Священного Писания. И в эту ловушку попадаются даже верующие люди. Например, Павел пишет Тимофею, как мы уже читали в 6 главе его первого послания к Тимофею, «Корень всех зол есть в сребролюбии, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, Тимофей, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости». Интересно, что Павел не говорит Тимофею. «Ты, человек Божий, у тебя, соответственно, есть полный иммунитет от этого порока». В конце концов, я знаю, что ты верующий, я сам тебе пророчествовал, я на тебя возлагал руки, ты можешь об этом не беспокоиться, ты этой заразой не заразишься. Нет. Он пишет ему «убегай сего». В буквальном переводе «беги от этого», то есть от сребролюбия, а гонись за праведностью и за всеми остальными добродетелями, которые он перечисляет. Что это означает? Если Тимофей от этого не был застрахован, то есть от сребролюбия, то это значит, что никто из нас, верующих в Ешуа, тоже от этого не застрахован автоматически. Возникает вопрос. Почему в эту ловушку попасться так легко? Здесь должен быть какой-то механизм, который заманивает в нее. Какой-то обман. Ведь ни один нормальный человек в здравом уме и трезвой памяти не променяет спасение и веру на деньги. То есть жизнь вечную на временные блага. Как же это происходит? В предчасеятеле Ешуа говорит о том, что богатство может обольстить. Точнее, что человек может обольститься богатством. Евангелие от Марка, 4 глава, с 18 стиха. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово. И оно бывает без плода. В чем же заключается это обольщение? И почему легко обольститься богатством? Обольщение, то есть ложь, состоит в том, что человек жив хлебом, единым. И жизнь человека зависит от того, сколько у него денег. Мы знаем, что и то, и другое ложь, потому что Писание говорит прямо противоположные вещи. Во второзаконии, главе 8, Муша говорит о том, что бог делал в годы странствования Израиля по пустыне. Вот что это. Третий стих. Он, то есть бог, смирял тебя, Израиля, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. И эти слова Тары Ишуа цитирует, находясь в пустыне, во время своего искушения, после крещения от Иоанна. Он постится 40 дней, и, конечно, после этого он очень голоден, и дьявол предлагает ему самостоятельно воспользоваться чудотворной силой и превратить камень в хлеб. Ишуа отказывается это сделать. Он отказывается насытить себя таким образом. И в ответ цитирует эти слова Тары, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Прочитаем также из Евангелия от Луки, 12 главы, очень интересные слова. Стих 13. Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же, то есть Ишуа, сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал он, берегитесь, смотрите, берегитесь любости Жаня, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Это высказывание, на мой взгляд, еще сильнее, чем слова Тары о хлебе. Тара признает, что человек жив хлебом. Она лишь подчеркивает, что не хлебом единым. То есть, что хлеб это не единственная и не главная пища человека. Но здесь Ишуа говорит о том, что жизнь человека не зависит, то есть, вообще не зависит от того, что он может или не может себе купить. Вам не кажется, что это уже через чушь? Как вы отреагируете, если вам просто человек с улицы скажет, или кто-то в вашей общине, или проповедник скажет, ты знаешь, сколько у тебя денег, это совершенно не важно. Твоя жизнь не зависит от того, сколько у тебя денег, сколько у тебя на счету в банке, сколько в твоем кошельке. Это абсолютно не важно, это не имеет никакого отношения к твоей жизни. Так что, не переживай, много у тебя или мало, какая разница. Вы попробуйте просто для эксперимента сказать эти слова неверующему человеку и посмотрите на его реакцию. Возможно, он покрутит пальцем у виска, но во всяком случае он подумает, что у вас не все в порядке с головой. Скажет про себя, я и знал, что верующие люди странные. Ну, чтоб настолько. Мы думаем, что это слова сумасшедшего, что жизнь человека не зависит от изобилия имения. Но проблема в том, проблема в том, что это сказал сам Ишуа. И почему же тогда в таком случае нам так трудно принять эти его слова? То есть, почему мы на самом деле, другими словами, почему мы так сильно верим в то, что жизнь очень зависит от материального изобилия? Я думаю, что дело в том, что для нас жизнь – это прежде всего физическое существование в нашем с вами теле. А Ишуа под жизнью понимает Зоя. Это то греческое слово, которое он использует и здесь, и в Луки, и в других стихах, говоря о том, что такое жизнь и как он говорит о жизни. Зоя – это жизнь Божья, жизнь вечная. Физическая жизнь на этой земле, конечно же, зависит от физических и материальных условий. То есть, в том числе и от того, что мы можем себе купить и не можем себе купить. Но жизнь вечная в человеке поддерживается не тем, что покупается за деньги, а общением с Богом, любовью к Нему и исполнением Его воли. И поэтому она не зависит, действительно, от изобилия имения. Но почему же в таком случае для нас очень часто жизнь – это в первую очередь физическое существование? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова